До старта еще немало времени, но именно здесь, в звездном городке, космонавты прощаются с родными. Младшая дочь космонавта Антона Шкаплерова Кира не отпускает руку отца. И печаль, и радость. Впереди долгожданный космический полет. Экипаж корабля «Союз ТМА-15М» на финишной прямой. Тоже финишная прямая. У нас будут две большие примерки нашего корабля. Это завтра будет, и потом еще через неделю, тоже окончательно, где мы увидим вживую, где что у нас лежит. Нам расскажут, что это закреплено в этом корабле. И между этими примерками у нас каждый день будут тренировки продолжаться. Мы будем освежать навыки свои в пилотировании, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Естественно, это будет каждый день занятия физкультурой. Они все ближе к звездам. Каждый из этого экипажа мечтал стать покорителем космоса с ранних лет. Антон Шкаплеров свой позывной выбрал по начальной букве «А» – «Астрей». Имя Титана и стало знаковым для всего экипажа. Бомб Титан, который создал звездное небо. Буквально взял звезды, рассыпались по темному небу. И сейчас мы можем наблюдать все созвезды ночью. Перед полетом проверка всего оборудования. Корабля и экипировки. Скафандр «Сокол» индивидуальный для каждого космонавта. Он и одежда на время полета, и надежда в нештатной ситуации. Удобно или неудобно – это не важно. Это для меня, чтобы ходить, гулять. Это для полета в космос. Самое важное, что скафандр безопасный. Я, конечно, считаю, что он очень надежный. Я, конечно, сильно надеюсь, что он нам не пригодится. Что он не пригодится, чтобы спасти нам вещество. Закрытие регулятора давления скафандра до конца, до упора. Высотная тренировка – почти космический полет. Внутри скафандра давление. За пределами вакуум. Открытый космос. В специальной барокамере имитируют разгерметизацию космического корабля. Такая нештатная ситуация может произойти после старта ракеты или же перед посадкой аппарата. После высотной тренировки космонавт полностью доверяет своему спасительному скафандру. Самое главное в этой тренировке – придать еще большую уверенность в нашем снаряжении. Потому что, когда она прошла, это довольно сложная тренировка. И будем говорить, что эта тренировка небезопасна. И так говорится, понимаете, а имитация аварийной ситуации, которая практически полностью повторяет эту ситуацию, в частности, вакуум. Понимаете, вакуум – это очень сложно. Это очень сложно и очень опасно. Почти три часа под давлением. Высота – 20 километров. Саманта прислушивается каждому ощущению. Ловит все изменения скафандра. Дает оценку снаряжению. Скафандра, дает оценку снаряжению. Скафандр постепенно наддувается и становится жестким. На высоте 7 километров он начинает работать и держит такое давление, как на Земле. В это время вокруг в барокамере вакуум, где невозможно выжить. Внутри скафандра можно спокойно дышать. Скафандр прекрасно работал и защищал меня от вакуума. Саманта Кристофоретти – астронавт Европейского космического агентства. Первая итальянка, которая отправится в космос. Гордость всей страны. При отборе в отряд она была лучшей даже среди мужчин. Капитан итальянских военно-воздушных сил. Целеустремленная и сильная женщина. Даст фору любому представителю сильной половины. Она так относится к своей подготовке к полету, что у нас нет сомнений, что в ней все подходит. Антон! Примерка корабля – еще и проверка, все ли на своем месте. Космонавты имеют право взять на орбиту не более килограмма личных вещей. Антон Шкаплеров в полет взял частичку своей родины. На орбите в его каюте будет висеть флаг Севастополя и Черноморского флота. Я тоже взял флаги и флаги военно-морского флота, Черноморского флота, которые базируются именно в Севастополе. Тогда со мной будет частичка моей родины, которая будет находиться где-то возле каюты или в самой каюте, напоминать мне, где я родился и вырос. Для астронавта НАСА Терри Вёртса – это не первый полет в космос. Однако на российском корабле «Союз» пилот шаттла «Эндевр» отправится впервые. Вместе с ним на станцию летит и новая научная аппаратура для изучения организма в условиях невесомости. Это очень интересный эксперимент. Мы будем использовать ультразвуковое оборудование для исследований сердца и других внутренних органов человека. Возможно, вскоре детали для ремонта станции другого оборудования не придется доставлять с Земли. На орбите проведут эксперимент с 3D-принтером. На станции распечатают пробные образцы деталей и отправят на Землю. Да, но сначала будет просто эксперимент, чтобы узнать, если работает или нет. Но потом, позже, мы можем строить оборудование или, не знаю, винт. Если проект с испытанием 3D-принтера будет успешным, это приблизит время переселения в космос. Возможно, покидая Солнечную систему, достаточно будет взять с собой в виде электронной 3D-модели все необходимое – от приготовления еды до деталей космических домов. Останется только распечатать. От суд Москвы МКССГ-1. Печатать. Командир корабля Антон Шкаплеров возглавляет космический полет уже второй раз. Как признается космонавт, с нетерпением ждет встречи со станцией. В этот раз времени для научных экспериментов у него будет гораздо больше. Сейчас станция уже практически собрана. Она работает слаженно. Солнечание практически. Поэтому нужно очень время я буду тратить на эти перемены. Акцент на изучении материалов в условиях невесомости. Антон Шкаплеров будет наблюдать за поведением полимеров. Выращивать идеальные конструкции, которые невозможно получить в условиях земной гравитации. А еще российские космонавты отправят в последний полет скафандр «Орлан» по научному эксперименту «Радиоскав». «Радиоскав» — это запускать старый космический костюм «Орлан», который уже свой отработал. И чтобы он еще послужил, скажем так, крайний раз на благо космоса. Устанавливается на него микроспутник, который делают студенты в России и за рубежом. И он вот сколько еще там, может, месяц пролетает вокруг Земли, пока не сгорит плотных слоях атмосферы. Насыщенная научная программа. На всю экспедицию почти 200 экспериментов. И кроме того, бессолевая диета, итальянский вареный кофе в невесомости, тирамису и лазанья. Вот что еще ждет экипаж на протяжении 170 суток. Старт космического корабля запланирован в полночь, 24 ноября.